Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! В Симбирске было более 50 церквей – приходских, домовых, полковых. Кроме того, два монастыря, на территориях которых были свои храмы. Еще духовная семинария, два духовных училища тоже со своими храмами. А вот сейчас в Симбирской епархии сколько храмов? И строятся ли новые? Всего в Симбирской губернии до революции было около 800 храмов, более 50 в городе. Сегодня ситуация гораздо хуже. Вот несмотря на то, что уже 30 лет церковь свободна и имеет возможность развития, да и город Симбирск стал гораздо больше, ведь 50 храмов-то, когда было население города. Это центр, можно сказать, Ленинский район. Больше 100 тысяч. То есть, условно говоря, на 2000 человек был один храм. Сейчас ситуация, конечно, совсем другая. До войны были закрыты все храмы. Оставался один храм на воскресеянском кладбище, который должны были закрыть в 1941 году. Но тут грянула война и было не до этого. Поэтому как-то его жизнь чуть теплилась. Служил один эромонах. Потом приехал в Московской патриархии в эвакуацию. Началась немножко, немножко ситуация изменилась. Но, тем не менее, в советские годы в Симбирской, в Ульяновской области было аж целых 8 действующих храмов. 8. Да. Сегодня их около двух сотен. Вы знаете, что наша губерния поделена на три епархии. На Симбирскую, Барышскую и Меликерскую. Вот в Симбирской епархии сейчас у нас 127 храмов. Из них, здесь 70 храмов имеет настоятелей, а 57 храмов не имеют. Там дорожка эта вакантная, и они, в них служат настоятели из других храмов. У нас некоторые батюшки являются настоятелями двух, от трех, а то и четырех церквей. Катастрофически не хватает. Это большая нехватка. Это связано с тем, что здесь нет духовного учебного заведения. Мы говорили уже с вами об этом, что это очень большая проблема. В городе сейчас, который стал гораздо больше того, старого традиционного Симбирска, сейчас около 20 постоянно действующих храмов. 22, если не ошибаюсь. И еще есть тоже некоторые храмы, которые существуют, но практически не служат. Например, в военных училищах, учебных заведениях, тюремные храмы, в которых нет доступа для обычных людей, для прихожан. На самом деле храмов в городе мало. Очень мало. И новые районы города, новостройки, в них практически ничего нет. А, Владыка, как вы считаете, где должны находиться храмы, сколько их должно быть? И вообще какие-то расчеты есть на число прихожан? Есть такая цифра. Один храм на 10 тысяч человек. Ну, помните, в Старом Симбирске на 2 тысячи человек было. Ну, сейчас, конечно, другое времена, и много людей неверующих. Есть мусульмане, люди других вероисповедания. Ну, вот, средняя такая по стране цифра, о которой говорит святейший патриарх, о котором говорят наши духовностные лица, это один храм на 10 тысяч человек. Исходя из населения Симбирска, сколько их сегодня в Ильяновске потеряется? Ну, 600 тысяч. 600 с небольшим, да. Вот, 62 храма, это вполне было бы нормально. То есть, количество храмов можно увеличить в три раза. Конечно, это программа максимум. Я таких амбициозных задач перед собой не ставлю. Но совершенно необходимо построить еще от 5 до 10 храмов в новых районах города. Конечно, это обязательно надо сделать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация сегодня. Насколько это будет возможно для нас технически и практически. Потому что строительство храма – это не дешевое удовольствие. Это достаточно затратное дело. И, конечно, сама церковь с этим справиться не может. Нужна помощь благотворителей. Владыка, а тогда на какие средства должен строиться храм? Только благотворители или нет? Ну, храм должен строиться на народные деньги. И так, собственно говоря, происходит. Но и благотворители тоже народ. Ну, вот в деревне, допустим, у нас большинство храмов – это приспособленные помещения. Общине дают какой-то дом старый. Хорошо, если дом кирпичный и далиционный. А то просто даже бывает обычная изба в три окошка. И вот люди собираются, скидываются, крышу поправляют, полы делают, фундамент заливают, если он дома сел этот. Окна вставляют, отопление проводят, газ делают, куполочек на крышу. Иконостас какой-то крохотный. Вот это люди, где собирают свои копейки. Обычно это пенсионеры. Может быть, там есть фермер какой-то, который поможет и даст чуть побольше. Там не 10 рублей, допустим, а 100 тысяч. Ну, и вот так постепенно строятся, оборудуются, обустраиваются храмы. В городе, где мы строим, все-таки большие храмы, там сложнее. Вот сейчас строится храм Александра Невского, он у всех на виду. За год нам удалось завершить основные общестроительные работы, сделать кирпичную кладку. Сейчас вот покрывают кровлю. Это и деньги прихожан, потому что постоянно идут сборы, люди собирают, сами даже ходят по домам к своим близким. Это какие-то суммы, конечно, небольшие все равно, потому что такой храм построить, это достаточно дорого. И это благотворители, это не местные предприниматели. Это москвичи, которые имеют ульяновские корни. Это достаточно большое количество людей, которые вот этот год с лишним, которым мы занимаемся строительством, полтора года, наверное, очень активно помогают нам, и слава Богу. Пока, несмотря на достаточно сложные обстоятельства, которые у всех сегодня очень непростые, все-таки продолжают помогать, и мы надеемся, что мы этот храм построим. Это вот буквально, в прямом смысле слова, строительство всем миром. Вопрос от зрителя. Есть ли какие-то стандарты при строительстве храмов? Кто-то следит за этим? Храм строится под надзором соответствующих органов, и все регламентировано, или как будет угодно меценату? Ну, меценаты обычно сами этим не занимаются. Проектом храма должен заниматься правящий архиерей. И есть, ну, во-первых, есть определенные, вы удивитесь, даже снипы есть для строительства храма. Да, они разработаны и сейчас существуют. Есть определенные виды проектов, скажем, которые отличаются друг от друга и по стилистике, и по вместимости. Там можно построить храм на 150-200 человек, можно построить храм на 5000 человек, можно построить на 500, на 700, на 1500, на 200 человек и так далее. Все зависит от тех потребностей. И потребностей, да, и возможностей. Поэтому, как правило, в благоустроенных епархиях существует еще архитектурно-строительный отдел. Вот у нас сейчас он тоже есть, есть профессиональные архитекторы. Достаточно большое количество проектов, они просто есть готовые. Ну, в частности, храм Святого Александра Невского строится по проекту местного архитектора Александра Капитонова. И вот этот проект, мне кажется, очень удачный, стилистически воспроизводит древнерусские храмы. Вот посмотрим, когда мы его закончим. Мне кажется, это будет украшение нашего города. Не просто храм, но еще и украшение того района, в котором он будет. Да, там территория будет благоустроиваться. А должны ли архитектор и строители быть воцерковленными людьми? Вы знаете, это очень желательно. Как правило, люди, которые профессионально занимаются храмами, они люди церковные. Ну, скажем, дело в том, что храм – это здание функциональное. Оно предназначено для определенных целей. И нужно знать очень много, так сказать, вещей для того, чтобы правильно проектировать. Иначе это будет муляж. Да. Такой, знаете, снаружи это будет похоже, а внутри это будет совершенно нефункционально. И так бывает. Такие проекты бывают, и с ними приходится встречаться, и потом переделывать, или доделывать, или перестраивать что-то. Да, это очень сложно. Вот. И примеры такие есть. Я не буду приводить их, чтобы никого не обижать. Вот. Но примеры такие есть, когда вроде бы строится храм, а на самом деле видно, что вот человек, который его проектировал, он не понимал вообще для чего, что, и как это используется, и к чему это служит. Вот. Поэтому, конечно, человек должен, по крайней мере, очень хорошо разбираться в назначении храма и всех его составных частей. А каким должен быть храм 21 века? Какие черты в его облике обязательно нужно сохранить, а какие, наоборот, пришла пара менять? Вы знаете, есть достаточно интересные проекты современных архитектурных мастерских, даже конкурсы устраивают. В принципе, даже в интернете можно найти современный храм, забить и посмотреть эти проекты. Что-то этого уже реализовано, что-то остается просто вот в качестве, так сказать, фантазии архитекторов. Но все равно, дело в том, что я еще раз скажу, храм – это здание с ярко выраженными функциональными особенностями. Вот они должны остаться. То есть в храме всегда будет алтарь, в храме всегда будет место, в котором будут находиться прихожане, в храме всегда будет притвор, так называемый. Скорее всего, в храме будет в том или ином виде колокольня, в привычном ли нам виде, или в качестве звонницы древнерусской, или еще каким-то образом, если это будет убедительно и интересно. Естественно, церковь открыта к новому, и мы не пытаемся демонстрировать всячески, что мы вот такие современные, да, зазрав штаны, бежать за комсомолом, по слову поэта. И поэтому специально не пытаемся как-то уж слишком осовременивать вид храма, но, в принципе, если это интересно, если это достойно, то почему бы и нет. – А кто ответственен за строительство и благоустройство храма – священники или верующие? – Вообще архиерей. Да, архиерей – это человек, который поставлен для того, чтобы надзирать за правильностью церковной жизни. И непосредственно руководит под руководством архиерея священник, конечно же, настоятель, да, но он должен советоваться и получать благословение в архиерее на какие-то основные вещи, да, вот, в том числе, то, что касается внешнего вида архиерей, утверждает проект всегда, вот, всегда это должно быть обсуждение того, как будет строиться, какие там особенности архитектурного проекта и так далее, да. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова